Старый город мой, для меня хранит память тех далёких дней. Здесь, в Старом Тбилиси, на бывшей улице Дзержинского, родился Буба Кикабидзе. Произошло это 75 лет назад. Это был огромный двор, общага была, повальный. И та сторона, где я родился, ее убрали. Вторая половина осталась, но уже мое там. Откуда и все пошло. Из Грузии, из своего народа, из своей родины. Он оттуда пошел. Очень колоритный был, очень колоритный. Школу закончил здесь же, рядом со своим домом в Старом Тбилиси. Однако тогда ни сам, ни близкий даже и представить себе не могли, что Бубу ожидала всемирная известность. Честно говоря, я так не очень хороший мальчик был. И в школе уцелся 14 лет вместо 11. Первый раз оставили меня в третьем, потом в шестом, потом в восьмом. Промажутка, даже я был такой волчий билет, когда исключали из школы. Однако Буба школу все же закончил. И в его жизни начался совершенно новый этап. Ну и как все пацаны мы собирали с гитарой там, со всех одеждах, со всех творов приходили ребята там, пели, играли. И один сказал, такой был Зуров Хэлла, и пойдем, говорит, я сейчас, говорит, в этом, как его медицинском институте. У нас, говорит, самодеятельный коллектив. И может, говорит, там споешь что-нибудь. И Зурова меня тогда привел, я увидел вот этот микрофон, квадратный большой, и после этого меня на улице никто не видел. Я заболел микрофоном. Раньше все стояли, как бы, как статуэтки, знаете, и пели, и ничего не делали, боялись его. А он вдруг вышел, такой пластичный, начал петь. Вдруг загремел лаврера, черенецкие были ребята, и меня, в общем, уговорили, я пошел к ним. И мы сделали первую вокально-инструментальную группу в Советском Союзе. Это как бомба разорвалась в 66-м году. Я с детства помню песню пьяного грека. Это по телевизору, я помню, как эпизоды, ансамбль Орера, эти два зуба. Из-за популярности ансамбля было принято решение снять фильм, Орера полный вперед. Однако до конца сыграть в мюзикле «Бубе» было не суждено. Кикабидзе пригласили сняться в картине «Не горюй». Пробы проводил сам режиссер Георгий Танеллия. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, закричите. Здесь с утра. Я говорю, как я могу закричать? Люди спят, я говорю. А там гостиница. Потом второй вешал, дал сценарий. И мы ему позвонили. Больше ничего не сказал. Однажды русский генерал вдоль по Кавказу проезжал и грузинскую песню по вергресский напевал. Вот это я, да! Вадим, прекрасный день. Пришел Буба. Я уже понял, что Георгий Николаевич очень это понравилось. С этого начинается. Получается, что Буба какой-то талисман его картин. А хочешь конфетку, да? Конечно. Нет, Буба. Буба был актером Георгия Данелия. Понимаете, Георгия Данелия, потому что он нашел себя в нем. Две сцены у меня с ним. Одна сцена, когда вот у меня вот это, как будто бы челюсть вывихнулась от, когда я... И потом заключительная вот эта общая кампания. Это у него чего? Позавчера это с ним случилось. Он хотел разгрызть орехи, вот. Доктор Ливан смотрел и велел делать клизму. Ну и что? Делаем. Ну как? Говорят, что фильм «Не горюй кикабидзе» Данелия пригласил отнюдь не из-за его актерских данных. Режиссер остановил свой выбор на Бубе из-за того, что он уже тогда был известным колоритом города. В Грузии он был обыкновенный человек, который точно выражает вот характер горожанина, верийского горожанина. По этой же причине свой выбор на кикабидзе остановил и режиссер фильма «Мелодии верийского квартала» Георгий Шенгелая. «Мелодия верийского квартала» Георгий Шенгелая заранее у него была видна решение, что я и Софико должны играть. Потому что я когда узнал, там разговора не было о пробах других артистов. Я знал, что я и Софико играю в этом фильме. Актеры вспоминают, что Бубе кикабидзе часто импровизировал на съемочной площадке. От себя он добавлял тексты и эпизоды в сценарии фильмов. Мы произвели фурор на нас, девочки, когда они появились к нам у нас на съемочной площадке. Они меня доставили. «На-на-на-на, папа, кушать хочу, папа, возьми мне буфет, купи, хочу опоры, купи». Когда я быстро прыгаю, через 10 лет я их встречаю, мама, они скажут, папа. Две огромные женщины стоят, красивые. Я помню, он всегда был, как сказать, внимателен. И так трепетно относился к маленькой девочке, которую я играла в Цицину. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА а не минул я считаю что это не комедия это философский фильм мы не ожидали что-то господь будет указать и я лично потому что никогда начали снимать я не понимал что мы снимаем идиотский был текст какой-то там литературы не было вообще и когда первую первую часть сняли какой-то и мы смотрели просмотром зале москве и я увидел что люди со столя впадают от смеха тогда я понял что он что-то необычное снимает мы вот так смея сняли фильм валик джен у нас дели жаня в кухне открываешь простой кран вода течет второе место занимает мире а первое верево надо и сан-франциско обожжем сначала подумай потом говори нормально думаешь человек там много чего может увидеть за кадром это о том что человек тоже вы на своем месте на своей земле хорошо ему там плохим он он сын этой земле он должен все зелено для того чтобы там благополучие было бы пробегать а ты только не обижайся но я тебе один умный вещь скажу твой машина стоит соседлю дворе я так думаю эти национальные черты в россии воспринимались как ну с какой-то симпатии и как те черты которым мы относились большим уважением ларису ивановну хочу здравствуйте лариса ивановна как я думаю что я один это валика валика который мими но помните вы в твилисе проходили а я голландских кургрузил когда именно сняли и где-то кто-то посмотрел это вниз моих знакомых какой-то по какому-то плату еще и он не было на экранах мне позвонили по телефону из москвы я взял ту галю и друг от договора к творится ивановна хочу взяли в аренду здравый старый магазин сиро все одно из блоков и очень долго ставили свет камеру там много народу стало и но это такая сцена да и люди начали спускаться с номеров и армяне накрыли стол там где-то углу и так 10 минут 20 минут 30 минут хорошенько выпили мы с фрунзиком там потом данил сказал актеров кадр и началось этот номер начался и мы абсолютно пьяны и и оснились я вы знаете поразительная вещь вообще это конечно плюс не только вахтанку константиновичу это плюс любому то есть всем тем кто в этом фильме кто имел к нему отношение потому что сколько раз я смотрю этот фильм я обязательно что-нибудь новое в нем нахожу катюша но извините меня пожалуйста я не хотел так получилось ну что сделать чтобы меня извинили хотите самолета выбирать ну нет не хочу она не стареет не стареет вот у меня очень много друзей которые занимаются вот этими дисками продажей покупали все время спрашивать фильм которые все знают и мой один из моих любимых советских фильмов мими но вот ну был еще какой-то недавно где он играл приемного отца или как тоже хорошее кино ну а вообще я думаю что любой фильм с кикобидзе это класс классика жанрова уксана кикобидзе это ну значимая фигура и на мой взгляд очень у него какое-то свое то есть свое мастерство которое мне кажется ему надо передавать и своим детям внукам и хотелось бы чтобы таких актеров было бы больше губаки кабидзе для обычных людей и не только для них не просто актер и певец он в первую очередь колорит города мы все знаем в ахтан кикобидзе в городе он очень уважительный показательный он очень добрый и душа душой относится к семье и все уважают и любят колорит колорит нашего города своего велись и колорит народа вот именно вот народный диателем Его обожал и обожает Грузия. Я первым долгом, должен сказать, Грузия и Россия и все. Я такого популярного человека до сих пор не видела, не встречала. И вот сейчас за две минуты вдруг я подумал, наверное, Грузия, все-таки надо бокал вина вынести на сцену. Вот. И я хочу любить за сегодняшний мой праздник и за то, что есть концертный зал «Россия», который я очень люблю. Ваше здоровье. И мое тоже. За свою сольную карьеру Буба Кикабидзе провел сотни концертов, как на территории бывшего Советского Союза, так и далеко за рубежом. Однако особое место в его сердце занимает российский зритель. Ровно так же и россияне любят колоритного грузинского артиста. Я очень люблю, очень скучаю по российскому слушателю. Я начал так плотно работать с сольными концертами в России где-то с 93-го или 94-го года. В 96-м в Москве заложили мою звезду. Это первая была виздательная нацмена, которая отпекалась. Потом заложили. Через 4 года отрелись. Опять-таки должно было быть наоборот, наверное. Но это не важно. Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Однако переломным моментом стал 2008 год. Вахтан Константинович отказался от Ордена Дружбы из рук Дмитрия Медведева. Мне кажется, что когда идет война, Орден Дружбы нельзя давать. Это неправильно. Когда человек поет, он тоже радуется. Если он не радуется, а просто поет для того, чтобы заработать деньги, значит, он обманывает слушателя. Понимаете? Я не могу быть там сейчас, потому что у него проблемы у меня вот здесь под носом. Нереченых с Россией. Я так говорю, как будто я полиция. Я не хочу им врать. Конечно, меня и зовут, и обрадуются, если я приеду. Очень много друзей приезжают ко мне сюда. Но пока так. Ну вот сердце ему подсказало сделать именно так. Это его сердце. А его сердце любят миллионы людей, и вот новые поколения, которые с удовольствием, которые вообще иногда не знают, кто я. А Вахтанга Константиновича, они знают. Когда-нибудь на вирняках под имя детская рука Мои года Моё богатство После многих его песен, наоборот, наступает тишина. Потому что это еще надо сначала осознать. Отойти от всего этого. И потом только начать аплодировать. Вот так реагирует на его песни. Он грузийские песни, знаете, как он хорошо пел? Вот именно колорит Грузии. Вот городские песни он очень хорошо исполнял. Он это чувствовал. Он очень музыкальный. Я хочу, чтобы песни звучали, Чтоб вину наполнялся вокал, Чтоб друг другу их всех пожелали, То, что я вам сейчас пожелаю. По сравнению со мной, мальчишка, мне 78. Ну что, самое главное, понимаете, здоровье. Хотя Черчилль говорил, что я никогда не желаю человека здоровья и богатства. Потому что на «Титанике» ехали, все были здоровые и богатые, но им просто не повезло. Поэтому я всегда желаю человеку удачи. Ой, здоровья ему! Здоровья, оптимизма, мужской вот, мужественности какая в нем. Он просто авторитет для всех молодых. Конечно, здоровья. Конечно, здоровья. Здоровья и здоровья. И все будет хорошо. Желаю ему только крепкого здоровья. Его очень любит зритель. Вот. Ну и всего-всего самого хорошего, нашего белорусского народа. Такие люди, как вы, делаете мир лучше и вселяете в людей уверенность в хорошем, добром будущем. Ради этого любой человек готов прыгнуть выше собственной головы. Будьте примером. Многие-многие годы. Убаясь Пуба, это на всю жизнь у него, потому что он уже для зрителя, для поклонников. Он все делает для того, чтобы сделал, чтобы это было вновь и вечно. Любимому, дорогому Бубе пожелаю только огромного солнца. Солнце, улыбка он сам. Человек солнечный, восторженный. Человек, который любит безумную жизнь. Будет долго жить еще и радовать нас. Обязательно. Кавказского долголетия, здоровья, сибирского, может быть. Ну, а все остальное есть у него. Слава, почет, уважение. Дай Бог ему здоровья, счастья, оставаться самим собой и не меняться. Дорогой мой Вахтанг, я тебя обожаю. Один раз проснуешься, посмотришь в зеркало и поймешь, что время ближе ты вниз, потому что уже седина появляется. Потом начнет болеть с поясницы, потом ноги. И вот так дальше пойдет тихо-тихо. Но внуки и дети будут за тобой ухаживать, если ты достоин. В этом пролежь жизни.